Праздник Святой Троицы 16 июня православные христиане отметили День Святой Троицы. У этого праздника несколько названий. Его называют еще Пятидесятницей, так как он выпадает на 50-й день после Святой Пасхи. С этого дня в мире утверждается христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова. 16 июня в праздник Сошествия Святого Духа на апостолов митрополит Челябинский Имиасский Григорий возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком храме города Челябинска. Правящему архиерею сослужили клирики храма во главе с настоятелем, протеереем Игорем Шестаковым. Бог все сделал, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами имели возможность быть с Богом, имели возможность на спасение, имели возможность, говоря обыденным языком, на счастье. Счастье, которое не скончается, которое будет вечно, иначе оно именуется блаженством. И сегодня мы с вами вспоминаем, как Дух Святой по обещанию Господа нашего Иисуса Христа сошел на учеников. Откровение о том, что Бог есть Троица, является также христианским откровением. И это откровение тоже знак того, что Бог нам, нас с вами любит. Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после Пасхи. Это поистине величайшее событие можно назвать днем рождения Церкви Христовой. За богослужением были совершены подобающие престольному празднику молебен и крестный ход. Кроме того, по древней традиции, в день Пятидесятницы литургия соединяется с вечерней, в дополнение к которой совершаются коленопреклоненные молитвы. В Кыштыме стоит храм в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Эта церковь считается одной из самых старинных на Южном Урале. Она была построена более 250 лет тому назад. Сегодня Духа Сашественская церковь внешне выглядит так же, как при Никите Демидове – белоснежная с зелеными куполами. О появлении этого храма в Кыштыме есть легенда. Она гласит, что в 1755 году Никита Демидов присматривал место для заводов, поднялся на гору Сугамак, затем с нее спустился и устал, разложил на траве салфеточку, потрапезничал, а затем приказал своим людям поставить здесь храм. Сейчас на этом месте стоит камень с надписью «Пусть народ ведает, где Никита обедает». Эта фраза дошла до наших дней, а вместе с ней и прекрасная церковь. Строить ее начали в 1760 году, через три года после того, как Демидовский завод выплавил первый чугун и построили в рекордные сроки – за пять лет. За свою историю самый старый храм дважды был разорен. Во время Пугачевского восстания и после революции освещали его три раза. Храм начали восстанавливать, где-то инициативная группа, где-то в 1999 году. Потом батюшку назначили, отца Николая Гошкова. И в 2002 году его святили третий раз. Почему третий? Потому что он был восстанавливал еще во время Пугачевского бунта. Было вынесено все до единой вещи. Порядка 33 икон медных было. Ну, вся утварь, которая церковная была. И вроде как бы даже есть сведения, что они на лошадях вот заходили сюда, по лестницам. Но предки наши почти менее чем за год восстановили снова этот храм. На сегодняшний день отреставрирован первый этаж храма и 45-метровая колокольня. Прихожане и благодетели приобрели 8 колоколов, общим весом 1400 килограммов. Но хотят соблюсти историческую достоверность. Поэтому на восточной стороне колокольни оставили место под благовест весом в 2,5 тонны. Средства на его покупку собирают всем миром. А город тем временем привыкает к мелодичному церковному звону. Звонарем в храме работает геолог, инженер подземного участка Кыштымского ГОКа Виталий Савелюк. Я начинал это с интернета, но все равно искал звонарей, кто опытный. К опытному звонарю обратился к Юрию Карпову, храм в реставрождественском городе Кыштыме. Он что-то мне показал. Ну а дальше сам уже самостоятельное развитие какое-то у меня было. А вот еще одна удивительная история про Кыштымский храм. Когда здесь шла реставрация, под толстым слоем штукатурки обнаружили старинную роспись. И вдруг кто-то, когда отскаблил что-то там на потолке, крикнул, здесь ручка, здесь ручка. И все поняли, что там роспись. И вдруг это столько придало сил, и все начали стараться аккуратно это все отскабливать, какие-то силы добавились. Вот этот потолок – удивительный образец простодушного провинциального искусства. Теперь вместе с храмом это памятник культуры регионального значения. В центре Господь Савов выседает на престоле, на троне. В центре мы видим Бога Отца, изображен Голубь, то есть символ Духа Святаго. Тут не видно, что нет изображения Бога Сына. А почему здесь он не изображен рядом, конечно, мы отлично можем только догадываться. И видим четыре евангелиста. Когда восстановили храм, люди принесли в него старинные иконы. На одной есть надпись, сделанная кем-то 250 лет назад. В этот старинный храм притягивает самых разных людей. Целыми делегациями приходят ребятишки, взбираются на колокольню позвонить. Романтично настроенные туристы любуются окрестностями с высоты птичьего полета. А прихожане молятся за всех. А в поселке Красное Поле решили поставить нерушимую стену. Такое редкое название носит одна из икон Пресвятой Богородицы. В честь нее жители поселка решили назвать свой храм. Стратегическое преимущество Красного Поля – он очень близко к Челябинску. Храма в этих местах не было никогда. До революции церковь построить не успели, а потом и надобности не было. Так что первый и пока единственный приход был зарегистрирован в 2009 году. Вот построят церковь и Красное Поле будет считаться полноценным селом. На пустое место кто придет? Будет храм и будет приход будет. Потому что люди сейчас ездят все в город, молиться в храмы городские. А когда у нас будет свой, то необходимо, это же удобно. Близко, рядом, никуда ехать не надо. Но как-то так получилось, что долгожданный храм превратился в долгострой. Семь лет назад прихожане заложили фундамент. Имя придумали «Нерушимая стена». А дальше как отрезало. Несколько священников сменилось. Два раза проект переделывали. Но стены не поднялись ни на сантиметр. Непонятно, почему вот это вот время как бы ушло. Семь лет, пока мы живем в поселке, ни один, как говорится, кирпич сюда не упал. И проект, который мне попал в руки первично, был очень сырой. Ну, просто непорядочно поступили проектировщики. Я так понимаю, просто содрали с нескольких проектов. В одну папку сложили. Мы его многократно переделывали. То есть заплачены были деньги. Там, по-моему, 1180 только за проект. Ну, в итоге, ну, как что-то мы из них все-таки поимели. Но проект сырой. То есть все равно его надо дорабатывать будет. Теперь храм должен быть кирпичный. То есть под пеноблок, облицованный кирпичом. Ну, и с элементами отделки, которые нам обещают предоставить здесь цех, который находится по обработке камня. Весной в Красное поле назначили нового настоятеля, протеерея Евгения Мартинца. Отец Евгений, практически сосед, достраивает храм Ильи Пророка в Шаголе. Семь минут на машине, и он на новой стройке. Христос воскресе! Христос воскресе! Сейчас церковная жизнь Красного поля проходит в маленькой молитвенной комнате на первом этаже администрации. Все семь лет, что стоит фундамент. В 8.30 утра сюда приходят люди и читают канон Пресвятой Богородицы. Это их общая молитва по соглашению. Прихожане верят, что Господь поможет в строительстве. Мы начали с того, что мы начали с детьми таки организовать праздники, Пасху и Рождество. И чтобы народ в Красном поле привыкал к тому, что это праздники. И у нас очень активно люди откликнулись, детки стали приходить. У нас очень интересные преподаватели. То есть мы с детьми не просто занимаемся какими-то постановками. Мы в них развиваем еще разные навыки, такие коммуникативные, чтобы они умели как-то общаться нормально, русский язык могли выражаться правильно. Сегодня у прихожан важное мероприятие – прием у главы сельского поселения. Обменявшись приветствиями, небольшая группа дисциплинированно завернула за угол, отправилась на деловую встречу. Хорошо вести дела в Красном поле – все в шаговой доступности. В кабинете у сельского главы расселись чинно, как в храме. Справа мужчины, слева женщины. На совещании приняли очередное судьбоносное решение. 28 июля, в день крещения Руси, установить на въезде в Красное поле поклонный крест. А там и за храм возьмутся. В первую очередь это, конечно, связано с экономическим кризисом. Мы знаем, что санкции, и все-таки они сказываются на бизнесменах. И лихо начали. Но вот, к сожалению, экономический кризис чуть пошатно. Но тем не менее мы все равно эту ситуацию выправим. И храм быть однозначным. По словам настоятеля, приход накопил уже кое-какую сумму. И в июне закупит основные стройматериалы – газоблок и цемент. Из Шагола привезут строительный вагончик. А в июле начнется возведение стен. Задача минимум – к зиме поднять коробку храма. Актеры православного молодежного театра «Белая птица» вышли на сцену Камерного театра со своим спектаклем «Люди-птицы». Подробности в следующем репортаже. В Челябинском камерном театре состоялся показ пасхального спектакля «Люди-птицы» молодежного православного театра при Свято-Семеновском кафедральном соборе «Белая птица». Художественный руководитель Елена Евгеньевна Садовникова. Режиссер Марина Юрьевна Глеих. В 2013 году спектакль «Люди-птицы» уже был поставлен, но через некоторое время ушел из репертуара. Нынешняя постановка совершенно новая. Из прежнего состава играют только два актера – Владимир Волчек и Елизавета Феоктистова. Впервые зрители увидели новую постановку в день Пасхи, 28 апреля. Премьерный показ прошел в актовом зале Челябинского епархиального управления. На другой день, 29 апреля, состоялось выступление в новом художественном театре. А в июне театр вышел на новую сцену. Артистам «Белой птицы» рукоплескали зрители камерного театра. Спектакль действительно пасхальный, очень радостный, светлый. И берет за душу, как говорится, прозумляет, направляет мысли правильно понимать, что человек, он есть от Бога, есть бессмертен. И, в общем, радость такую сразу в сердце этот спектакль дает, что хорошо становится. Выступление в камерном театре стало дебютом для самой маленькой актрисы православного театра Анны Зыряновой, которой всего три с половиной года. Ее мама и старшая сестра тоже играли в спектакли. А папа болел за своих среди зрителей. В зале на 240 человек не было ни одного свободного места. Я сейчас глянула в зал, я испугалась. Кто вы знаете, ну, обернитесь, кто на первых рядах сидел. Вот вы бы вышли на сцену, и так вам в зале. Это, конечно, большая ответственность выступать при большом, при наполненном зале. Но самое большое количество зрителей было 1300. Здесь, конечно, поменьше, но вы все самые дорогие, самые любимые. Прежде всего, очень благодарны, что вы до нас дошли. Спасибо вам огромное. Давайте поаплодируем вам. Спасибо вам огромное. Познакомились с нашим православным театром. На самом деле, хороший вопрос, да, для кого-то спектакль. Вообще, он для всех, скорее всего. Людей, те, которые неравнодушны к добру, милосердию. Театр «Белая птица» выразил благодарность камерному театру за возможность выступить на профессиональной сцене. В июле программа «Преображение» уходит в отпуск. В привычное для вас время вы сможете увидеть избранные серии нашего телепроекта, посвященного истории православия на Южном Урале. А на этом у нас все. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова